Скипетром и державой мужское и женское начало привести в порядок, чтобы были настоящие мужчины, мужественные, ярые, с громким голосом, с ядреной бородой, которые дружат с богами и божественную мудрость опускают на женщин, на детей, и весь этот мир держат в своих крепких руках. А женщины должны стать нежные, женственные, ладные, уметь наладить любую ситуацию, какую-то кривую, неправильную, плохую, просто накопить достаточную силу лады. А дети должны быть веселые, правильно дети? Да. А взрослых учите радоваться жизни. Вот оно, сказочное царское самодержавие. И здесь Георгий Победоносец, попирающий змея. Заметьте, он змея попирает, а не убивает. Георгий – это золотое царство, белый кольт – серебряное царство, и дракон – медное царство. То есть, когда говорят «главное должно быть сердце», ведь это что, брехня. Главное происходит от слова «голова». Должен быть сверху Георгий Победоносец, а не конь, понимаете? Конь на Георгии, а снизу – змей. Главное всегда колобок. На втором месте серебряное царство сердца, и на третьем месте медное. То есть, говорит, колобок, золотое царство должно управлять серебряное, а серебряное – медное. Чувствуете? Грамотное разложить? И почему, говорят, сейчас надо жить сердцем? Да потому что большинство людей живет задницей. Конечно, жить сердцем – это повышение уровня. Во время как большинство населения живет половыми пищевыми инстинктами, жить сердцем – это уже продвижение. Но в идеале надо жить царем в голове. Это следующий уровень. И плюс еще сердце должно уравновешивать медное царство и золотое, чтобы у тебя и материальность была сильная, и с небесами ты дружу, с отлетами. И сердце соединяется золотое и серебряное. Это божественная вот эта тема, когда говорят, что жить надо сердцем. Но все равно всегда надо понимать, что главное – ГО-ГО-ВА. Золотая нова. Народная культура говорит – с кем поведешься, от того не уберешься. Все люди, которые хотят жить в сказочной Руси, дома надо завести сказочный алтарь, правильно? А на алтаре сколько полочек должно быть? Три полочки. Золотая полочка, золотое царство, серебряное и медное. И на золотой полочке расставить золотые образы. Колобок золотой, рог изобилия, в котором мы живем с вами. Образы тридевятого царства. На серебряной полочке что мы расставляем? Путеводный клубочек, связанный с плетением. И на медной полочке что у нас? Медное царство. Колокола из меди делают. Заметили тему? Сплав в меди с разными металлами. Вот. Золотое царство, серебряное и медное. Три образа. Народная мудрость говорит соображать надо на троих. И вот как раз жизнь в старем голове, жизнь, когда ты дружишь со своим колоком, это умение соображать. То есть вот эти образы, которые дает народная культура, соотносить со своей жизнью. Понять, как они тебе могут принести пользу и как ими пользоваться. Потому что есть три вида людей. Первое, это жители. Они находятся на двех первых уровнях осознанности. Для них главное накопление материальности, денег, домов, квартир и энергии. Второй уровень это людины. Вот видите, людины. Это третья и четвертая строчка в упреки своих описаний. Для людины главное накопление материальности, энергии, мудрости божественной и смысла. Зачем мы живем и как связывать отношения человеческие между собой. И третий уровень развития Человек. Видите, буква Ч здесь. И вот три строчки вот этих, написанные Человеком. Для человека уже главное, что и материальность, и энергия, и мудрость, и смысл, и разум, и волшебство, и святость. Чувствуете, чем это, да? То есть расширение идет, предыдущий уровень не соблюдается. Поэтому, заметьте, в сказках царь скачет впереди войска на коне. Почему? Да потому что царь не только самый богатый человек в стране, самый мудрый, самый светлый, самый радостный. Он еще и самый крепкий мужик. Правильно? Ведь он впереди войска скачет. Он любого солдата побить может, обычного. Воина даже крутого побить может. А у нас сейчас как? У нас война идет, и такие жердя эти шереки сидят в штабу. И такие солдатики туда, солдатики сюда, сами прячутся. Чувствуете тему? Да. У нас должны быть крепкие ребята. И сейчас это начинает возрождаться. Вы заметите, Путин, Лукашенко, крепкие ребята. Да. А у них там в Европе шереки, в Америке обезьянки. Конечно же мы сейчас пойдем вперед и уже идем, и это видно, как мы расставляем всех на место. Вы знаете, когда была Олимпиада в 12-м году, на стыке двух эпох, Олимпиада была где? В Китае. В Лондоне. Столица Лисыков. Переходный период. Все четко. То есть видите, сказка она живая. Там сидит Елизавета Патрикеевна, Елизавета Вторая. Там именно в 12-м году Олимпиада, не в 11-м, не в 13-м, а на стыке двух эпох. Передача эстапетной палочки от Лизы к Волку. И там висела система на Земле. И плюс Земля еще, это величайшая, интереснейшая планета всей Сварги Пречистой. В Сварги Пречистой периодически шли Звездные войны. Видели фильм «Свездные войны»? Основан на реальных событиях. Все инопланетяне, которые там нарисованы, срисованы с натуры. Понятно вам? И периодически раз какую-то планетку взорвут. Сварги Пречистой. Обидно, правильно? Со всеми травами, людьми, деревьями. Раз взорвали. И там этот фильм «Извездные войны» показывают. И вот однажды боги великие с разных чертогов 16-ти собрались и говорили. Ребята, у нас тут бывают такие, мы играем, конечно, в божественные игры, но иногда заиграем. Планетку взорвем, обидно. Понимаешь? Давайте сделаем библиотеку. В библиотеку живого генетического материала, где мы на всякий случай соберем. Потому что каждый животный, человек создается богами-генетиками. То есть вот мы сдаем экзамены в школе по математике, по физике, правильно? А боги как сдают экзамен? Бог на экзамен должен создать новый вид бабочек, новый вид трав, новый вид людей. Представляете, боги, какие у них экзамены? Они создают силы мысли, уплотняя вот этих всем одежек, все без застежек. И вот эти бесценные формы жизни со всей сварги причистой были собраны на земле. И земля – это живая библиотека сварги причистой. Здесь самое большое разнообразие жизни. Только здесь и белые, и негры, и китайцы, и индейцы. Почему? На всех планетах только одна раса живет. Или белые, или негры, или китайцы. Только так можно генетически сохраняться. Согласны? Вы же видите, когда китай с белым скрещивается, фигня получается. Или белый с негром. Ничего хорошего. То есть там идет печаль и гетерозис. Это явление повышенного развития детских форм по сравнению с родительскими. То есть дети красивее, мудрее, здоровее родителей. Так получают, например, огурцы F1 продают. Так? И так мулаты лучше, чем родители. Но F2 гибриды, то есть поколение второе, внуки, там идет полное расщепление. То есть если огурцы F1 посадить, вот такие классные, красивые огурцы, вырастет такой огурчик. Такой, такой, такой. Пару мутантов вырастет. То есть во внуках идет такое расщепление, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И только здесь поселили четыре расы разных людей и на разных материках. И сказали, дружите, но аккуратно. Без соитий. Понимаете? Можно в гости приехать, там потанцевать, раз и назад уехать. Вот. И здесь самое большое разнообразие жизни. Поэтому все боги 16 чертогов вот так вот на земле трясутся. Здесь хоть как войнушки идут, но землю никто не взорвет. Почему? Что же тебе библиотеку взорвет? Они тут берегут нас всех. Просто у них у всех тоже какие-то свои интересы, да? Кто-то так хочет беречь, кто-то ставит цель. Четко ставит цель. Череду событий соблюдать. Не лезь поперед баски в пекло. Все четенько идешь в своем ходу. Чаша изобилия в твоей жизни. Вот она. Ша широко мыслишь. Шта умеешь защищать свой мир. Шта, когда проработано у себя четко. Ты держишь свой мир в своих руках кредко. Дальше. Ер. Твердый знак. Все делаешь надежно, как этот стол. Еры в продолжении традиций предков. И ель. Все делаешь безупречненько. Не только надежно. А каждая тютелька вырисована. Мы как в музее, когда приходим. Там такие сундуки. Такие одежды. И каждая часть украшена. Такие маленькие узоры. Их много-много продумано. Все безупречно. Это ель. Вот он царский подход к жизни. После обеда подробнее про это буду рассказывать. И вот сейчас многие парятся. Вот у нас американская конституция. В России жить плохо. Кто парится? Придурки парятся. А дорогие говорят. Ребята, с 12-го года у нас есть сказочная конституция. Вот сейчас ее зачитаем и с вами примем. Она была принята уже и в Крыму, и в Беларуси, и в Сибири, на Алтаре, на Урале, в Центральной России несколько раз, в Питере. Вот видите, сказочная конституция. Вот если ты в нее веришь, она на тебя действует. Правильно? Нашего черепа. Есть такое местечко интересное. Оттуда идет проекция. Потом эта проекция через глаза выходит. И мы этот мир видим только, когда открываем глаза. Правильно? То есть вот это вот все голограмма. В этой голограмме, какие правила игры могут быть любые? Во что ты веришь? Вот ты веришь, что мир какой-то. И жизнь тебе дает куча доказательств. Да, мы живем по американской конституции. Да, миллиард долларов в день мы платим Америке дань. Да, действительно, там президент наш нифига не может. Все схвачено, все закручено. Съебучис этот сидит в Чубайсе. Его никто завалить не может. Он и вот при Горбачеве сидел, и при Ельцине, и при Путине. Все, блин, пропало. Ага. Да, вот. И куча доказательств. Герб у нас на деньгах, не настоящий, временного правительства Керенского, короче. И все так действительно логически. У них все схвачено. У них спецслужбы. Они нас контролируют через интернет посуду. Вот мобильники лежат, все подслушивают, что Иван Царевич рассказывает. Все схвачено, все заплачено. Куча денег у них. У них еще климатическое оружие, химия трассы кругов, ануннаки прилетели. Всемирное похолодание. И вообще земля плоская. Понимаешь? Солнце это лампочка, которая ходит. Вот. Короче, что вы здесь можете? Вообще маленькие людишки. Вот как вы на мир повлияете? Никак вы не повлияете. И ты раз поверил в эту разводку, действительно кто ты? Маленький человек. Почему? Потому что ты сам сказал, да я маленький. Да я не могу влиять на этот мир. А Иван Царевич говорит, да мы боги, которые заселились на эту землю, чтобы в игры эти играть. Какие? Какие хотим? И я предлагаю какую игру? Ас предлагаю игру. Танцы, игры, хороводы. Строительство красивых вот таких теремков. И жить вот в круглых домах, восьмиугольных, да? Вот. Игры. Умение красиво заплетать косички. Представляешь? Каждый день новая жена. Когда? Когда сегодня у нее такие косички, потом такие косички, такие, такие, такие. Понимаешь? Разные сарафаны. Каждый мужчина хочет много женщин. Это такое желание, не как бы родовой идет. И когда каждый день твоя жена новенькая, ты смотришь, о, опять новая жена. Класс. Поэтому, женщины, учитывайте эту тему. Если вы будете каждый день одинаковые, вы наскучите очень быстро мужу. Потому что мужская энергия изменчивость, женское постоянство, да? А надо быть внутри постоянно всегда, постоянно в состоянии лада, постоянно в состоянии любви. А внешне все время разные. Тыры, 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 сегодня так на него смотришь, завтра так, потом косички, потом коса, потом вот такие шик. Вот так. Колпачок поставила, такой. Утром просыпаешься, а жена в колпачке по дому. Знаешь, как мы говорим? У тебя сразу день наполняется чем-то. Потому что мужчина без новизны жить не может. Понимаешь? И первое, кто должен носить новизну, жена. Внешняя новизна и внутреннее постоянство любви. Состояние лада, умение наладить любую ситуацию. Тишины. И вот мы сейчас примем эту сказочную конституцию. Встаем, на закате все ложимся. Все, хочешь не хочешь, а такие правила. Культура. Культ ура, культ изначального света, да? Танцы наши, хороводы, игры. Диктатура, культура и что еще? Цензура. Цензура. Это ценз, ура. Если ты что-то хочешь хорошее сказать, говори. Если ты хочешь... Молчи в трубочку. Скоро у нас цензура будет. В газетах писать только хорошее. Хочешь плохое писать, в темницу. По телевизору только хорошее. Понимаешь? Цензура это ценз, ура. Разрешается говорить только то, что способствует развитию народа, чтобы мы были здоровее, красивее, больше детей, больше радости. Вот цензура. А если ты что-то против имеешь этого всего? Прокуратура. Прокуратура это впрок или пойдет ура. В прокуратуре два раза ура, заметьте. И между ними буквится твердом. Это древнерусское слово. И вот оно сказочное самодержавие поднимается. Вот он. Старь горох у нас скоро будет править. Вот такой здоровенный мужик. Крепкий такой, волосатый, бородатый. Вот. Помните, как Александр Третий был? Вот похож на царя гороха, только ему еще волос надо забавить. И будет настоящий царь горох. Помните, он говорил? Россия по-русски и для русских. Да. А все остальные народы братские, мы им помогаем. Вы же видите, никого не обижал, но в то же время гнул правильную линию. И кому не нравится, Франция такая, ой, вы там территорию забрали, мы сейчас вам войну объявим. Он брал такой кованый гвоздь, железный спальнец, помните? Вот так с него узел делать, французскому послу, и говорит, передайте во Францию, вот что я с вашей Францией сделал. Конечно, когда такой царь правил, французский, нет, нет, нет. И его назвали Александр Третий миротворец. Вот он 20 лет правил, ни одной войны в России не было. Вы помните? Да. Мы воевали постоянно с Петра Первого, каждый год какая-нибудь война, а то шведская, а то крымская, а то, блин, японская. А вот пришел настоящий мужик, который гвозди гнет руками. И когда на него посмотрят соседние правители, а у него еще кулачок такой, сразу понятно, кто в доме хозяин, правильно? Правильно. Вот. Прошу всех встать, Конституцию принимаем стоя. Конституция. Внимание, тишина. Сварги при чистой, не заметьте, солнце, солнце пришло на царское самодержавие, на Конституцию. Видите, как штырилось? Значит, в этом есть сила, в этом есть свет. Чувствуете? Да. Разогнали, сейчас пойдем на улицу. Как быстро, как кошки, раз мы уже там. Скажите, Конституция. На улице примем. Нет, мы уже здесь колобком стали, классно идут. Значит, сваргой при чистой, в тридевятом царстве, на матери сырой земле, по исконным сказочным заповедям русского народа, все добрые молодцы и красные девицы обязаны. Первое. Стать героями своей жизни. Ежедневно совершать подвиги. Ура! Да, кричим, когда согласны. Да! Молодцы. Подвиги, как я уже сказал, первый подвиг подвинуть свое тело из палатки и быть там на зарядке. Если ты не совершил этот первый главный подвиг. Нарушение Конституции. Завтрашнего дня в темницу сажать. Второе. Поймать жар птицу и отыскать аленький цветочек. Стать ловкими, сильными, могучими. Да! Третье. Смотреться в тарелочку с голубой каемочкой и волшебное зеркальце и внимать знамениям своей жизни. Да! Четвертое. Идти по путеводному клубочку по тропе увлекательных приключений к своей мечте. Да! Имеют право. Это уже наши золотые тела пошли. Пятое. Подружиться с колобком и обрести золотое сияние радости, разума и развития. Зажечь царя в голове. Да! Шестое. Найти диво дивное под своей путеводной звездой и удивляться волшебному фейерверку своей жизни. Да! Седьмое. Открыться свету белому. Да! И преисполнится благодарность, блаженство и благодать жизни. Да! Утверждаю все о своей жизни. Вот тут надо поставить подпись снизу и повесить дома как? Золотую рамочку. Знаете, я сейчас такие золотые рамочки. И вот это для тебя будет золотая конституция, и ты четко по семи делам себя собираешь, приводишь в порядок. Здорово? Да! А сейчас древнерусская пробежка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok